Пожалуй, не осталось ни одного неравнодушного забайкальца, который бы не знал историю Кости Гипалова. Смертельное заболевание, спинальная мышечная атрофея и нереально огромная сумма к сбору для лечения – 168 миллионов рублей. Год назад мало кто верил в то, что такую сумму вообще можно собрать. К тому же были ограничения по срокам, ведь производители единственного в мире лекарства от этого недуга обозначили вначале возрастной предел, который не превышал двух лет, а потом и ограничения по весу. В Золген Сма родители как мантру повторяли название швейцарского препарата, который не зарегистрирован в России и поэтому не мог быть предоставлен для лечения ни Кости, ни другим детям с таким заболеванием. Родители ни на секунду не опускали руки, даже когда в суде им отвечали, что Министерство здравоохранения никогда не закупит для них это лекарство, ссылаясь то на отсутствие средств, то на экспериментальное лечение, которое Костя на тот момент уже получал в питерской клинике. Благотворительный фонд «Спасательный круг» и телекомпания «Зап.ТВ» поверили в то, что помочь Косте и его родителям возможно. Больше года продолжался сбор, который медленно, но верно приближал эту семью к заветной цели. Общими усилиями родителям удалось собрать 54 миллиона рублей. В тот момент, когда казалось, что сумма более чем нереальна, для Кости нашелся свой, самый главный волшебник. Мы от всей нашей семьи благодарим вас за вашу помощь. В течение года вы сделали для нас очень многое. Мы благодарим каждого предпринимателя, каждое сердечко, которое откликнулось и пришло на помощь для спасения нашего сына. Конечно же, мы от всего сердца благодарим наших главных благотворителей, это компанию «Удаканская медь» и главного его акционера. Впереди у Кости большой путь. Еще не решен вопрос о клинике, в которой будет проведено лечение, а также длительная реабилитация. Но первый и самый главный шаг для этой семьи уже сделан. Оксана Суслина, ЗАП-ТВ